Эпидситуация в регионе стабильная. Напомним, Актюбинская область находится в зеленой зоне по распространению коронавирусной инфекции. В апреле было выявлено всего 4 случая заражения COVID-19. В мае – один. Несмотря на позитивную динамику, медики советуют не расслабляться и ревакцинироваться в срок. Если в Актюбинской области ситуация стабильная, то у соседнего государства весьма напряженная, отметили специалисты. В России за последние сутки выявлено 4065 новых случаев заражения COVID-19. Из них госпитализировано 3353 и умерли 111 человек с начала года. К слову, с 5 мая все лица, прибывшие в Казахстан, обязаны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста. Исключение – ревакцинированные граждане, дети до 5 лет, члены правительственных делегаций Казахстана. Тем временем, актюбинские медики обеспокоены мутацией коронавируса. По итогам проведенного ПЦР-скрининга, в апрель-майе текущего года установлена циркуляция различных вариантов. Во всех регионах выявлено омикрон-штамм, в том числе в 12 регионах выявлено стелс-омикрон. Также продолжается циркуляция штамма дельта, составляет 1,4% от числа исследуемых проб. Для подтверждения случаев результата ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершаться в конце текущего месяца. Наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. А ревакцинация повысит имеющийся иммунитет, уверены специалисты. У нас с начала кампания в область было доставлено более 1,107,000 доз вакцин. На сегодняшний день вакцины в поликлиниках имеются. В основном сейчас вакцинацию проводят препаратами Pfizer и Cazvac, а также Sinopharm. Поэтому еще раз напоминаем, тем лицам, которые выезжают, собираются выезжать за рубеж, можете привиться препаратом Pfizer, который признан Всемирным организмом здравоохранения, а также имеется у нас Cazvac. По эффективности они примерно, можно сказать, одинаковые. Отметим, в области первым компонентом вакцины привито 423 тысячи человек. Второй компонент получило 411 тысяч актюбинцев. Из них 61% ревакцинировались. Анастасия Евсеева, Азамат Сауханов, Телеканал «Октябрь».